Рынок по-прежнему сохраняет позитивный настрой относительно евро, несмотря на довольно низкую процентную ставку и продолжающуюся рецессию. Уровень доверия инвесторов к единой валюте значительно вырос. Трудности, которые удалось пережить регионы, определенно сделали свое дело. Еврозона стала сильнее, требования к бюджетным расходам ужесточились. Сформировался фонд спасения, создается орган единого банковского надзора. В этих условиях евро-доллар довольно уверенно преодолел на вчерашних торгах максимум вторника и поднялся выше ключевого уровня сопротивления 1.35. Далее, протестировав его уже в качестве поддержки, пара вновь устремилась вверх. Первоначальным драйвером подъема валюты стала публикация индексов экономического доверия в еврозоне, которые впервые с декабря 2011 года превысили прогнозные оценки, причем достигли при этом самого высокого уровня с июня прошлого года. Блок американской статистики, особенно данные по объему ВВП за четвертый квартал, также сумели оказать паре весьма существенную поддержку. Экономический рост США впервые с 2007 года оказался отрицательным, в то время как участники торговли ожидали увеличение показателя по сравнению с предыдущим периодом. Резкое ослабление доллара на этом фоне вместе с ожиданиями того, что Федеральный резерв подтвердит свою приверженность финансовому стимулированию экономики, что, кстати говоря, и произошло, позволили паре значительно прибавить в цене и зафиксировать на исходе торгов дневной максимум на отметке 1.3586. В нашем прогнозе на четверг предполагаем попытку пары преодолеть теперь уже ключевой уровень сопротивления 1.36, и если это удастся, продолжить восходящее движение в направлении уровня 1.3670. Вблизи этой отметки ожидаем разворот пары на снижение к ценовым уровням 1.3545, 1.3516, 1.35 и 1.3485. Если же пробой уровня 1.36 не состоится, пара развернется на снижение к вышеназванным целям непосредственно от текущих ценовых уровней. Фунт доллара на вчерашних торгах продолжил корректировать свое предыдущее снижение. Курс валюты в достаточно умеренной ценовой динамике сумел подняться от уровня открытия 1.5761 до дневного максимума 1.5815. Усилие быков поддержала экономическая статистика по ипотечному кредитованию Великобритании. Чистый объем новых кредитов в декабре вырос до 1.7 млрд фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим значением в 100 млн. Полученные данные продемонстрировали ускорение роста потребительского спроса в стране, однако не сумели повлиять на довольно ограниченный потенциал восходящего движения пары. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем первоначальный подъем пары к уровню сопротивления 1.5828. Если пробой этого уровня состоится, фунт-доллар продолжит подъем к ценовым уровням 1.5858 и 1.599. В зоне этих последних уровней ожидаем разворот пары на снижение. Целевые уровни снижения 1.5780, 1.5750 и 1.5728. В экономической статистике четверга Резервный банк Новой Зеландии опубликует решение по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление к решению. Изменения здесь не ожидаются, банк сохранит ставку на прежнем уровне 2.5%. В Германии будут опубликованы данные по труду, в том числе количество безработных и уровень безработицы за январь, предыдущий показатель 6.9%. Канада представит данные по приросту ВВП за ноябрь, а в статистике из США, как обычно, выйдут еженедельные показатели количества первичных обращений за пособием и по безработице. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс!